Фэн-шоу и чуваки, опа! Утопия-шоу сегодня, смотрим Утопию-шоу, чуваки! Новый видос от Утопии-шоу! Ой, я чувствую, у меня опять сейчас жопа порвется, чуваки! А может и не порвется, хрен его знает, посмотрим! Слава богам, Утопия-шоу стал делать видосы в 15 минут, их намного удобнее теперь на них реакционировать! Поэтому, чуваки, давайте, короче, без лишних прелюдий начнем, пожалуй, Утопия-шоу! Поехали! В жизни каждого человека наступает момент, когда происходящее с ним объяснить достаточно сложно. Из-за недостатка знаний он вынужден прибегнуть к альтернативным источникам информации. Но ответ гораздо ближе, чем он думает. Эти ошибки мышления называют когнитивными искажениями. О, наша любимая тема! Когнитивные искажения мозга, чуваки! Когнитивные искажения мозга! То есть, он сейчас все будет сводить к тому, что вот эти альтернативные источники информации – это что-то плохое! Это все, короче говоря, сектанты выдумывают хуйню, чтобы людей обманывать, да? Один только Утопия-шоу правду рассказывает. Блядь, ладно, 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 окей. Чем он думает? Эти ошибки мышления называют когнитивными искажениями. И эта рубрика как раз об этом. У многих такое было. Вы узнаете новое слово. Или нашли для себя новую группу, которая на самом деле уже сто лет. Вам понравился фильм, о котором вы раньше никогда не слышали. Но буквально в ближайшие пару дней вы натыкаетесь на их упоминания и думаете, что это уже просто везде, где только можно. Как такое возможно? Неужели мысли материальны? Все в порядке. Вы не сошли с ума. Никакой мистики не произошло. И это не сбой в Матрице. А ваш мозг просто над вами издевается. И сегодня мы разберемся, что же такое феномен Боадера Майнхофф. И почему, когда вы смотрите на часы, там всегда одно и то же время. От создателей драмы. Готов поклясться, я только сегодня об этом подумал. И триллера, какого хрена это число меня преследует. Кинокартина «Феномен Боадера Майнхофф». Основана на... Но, опять же, сразу первое заблуждение. Утопия Шоу тут пытается увидеть какой-то мистик. Вернее, он думает, что вот те, кто альтернативные вот эти книжки читают, да, что они это объясняют пришельцами, инопланетянами, там, еще какой-то такой херней. Мы это не этим объясняем, если что. И в нашей системе это не попадает под определение, что-то физически невозможное, да. У нас у этого тоже имеется вполне нормальное объяснение. Это называется настройка тонали под определенные вещи. Этот эффект происходит, когда, например, я не знаю, вот ты хочешь купить машину, например, да, ты хочешь, блядь, я не знаю, купить синюю машину, вот, а потом ты внезапно начинаешь замечать, что синих машин ездит больше, чем каких-либо других машин. Но это у тебя просто тонально настраивается на вот эту фигню. То есть твой интерпретирующий аппарат настраивается на, собственно, на вот эти вот синие машины. Так же и на числа, короче. Так же нельзя не упомянуть в таком явлении, как синхроничность. Как раз, если он там дальше про цифры будет, вот, наверное, как раз он и будет дальше рассказывать про эффект, который мы называем синхроничностью. Ну ладно, давайте посмотрим, что он там скажет. События. Никогда не слышали о нем? О-хо-хо, поверьте мне, теперь вы о нем из каждой щели слышать будете. И это даже не шутка. Ну, разве что отчасти. Немного истории. Мы привыкли к тому, что феномены или эффекты называются именами тех, кто их придумал или открыл. Ну, часто именно так и происходит. Следовательно, Бадер Майнхов. Это ученый или два ученых, которые приложили к этому руку. Забудьте нахрен. Название этому феномену, по сути, послужил мем. Да, в 1994 году в одной газете было опубликовано письмо с интересным рассказом. Человек завел разговор о странной фигне, когда ты о чем-то узнал и вдруг вокруг замечаешь очень много этого. Он рассказал историю, что как только узнал о старой террористической группировке Red Army Faction, то буквально за день услышал о ней еще несколько упоминаний, хотя казалось бы, такая локальная история. Лидерами этой группировки были Андреас Бадер и Ульрика Майнхов. Вот почему этот феномен так и называется. Какая глупость. Один человек просто испытал на себе этот эффект, назвал в честь террористов и все начали говорить, блин, такой сегодня Бадер Майнхов словил, жесть просто, а потом уже пошло в открытый интернет. Вот тебе история возникновения. Вообще, неплохая идея. Если столкнете с таким эффектом, то и назовите его подобающе и напишите в комментариях. У меня так было с Элджеем. Я узнал о нем после вот этого выпуска, где мне говорили, что на обложке я на него похож. И после этого из каждой сраной щели я слышу о нем феномен Элджея. Я не буду так его называть. Может, другое название придумаем? Но интернет говорит нам, что этот феномен был открыт еще раз, но в этот раз уже профессором лингвистики Арнольдом Цвики. И более научно. Иллюзия чистоты. Ну и звучит более понятно на самом деле. Он разделил этот феномен на два разных процесса. Селективное мышление, когда вы концентрируетесь на чем-то одном, игнорируя другое. И предвзятость подтверждения, когда вы интерпретируете любое событие и совпадение так, как вам выгодно. И чтобы подтверждалась ваша точка зрения. В совокупности, все это чувство, блин, странно. Я же только недавно об этом узнал. Создает какой-то движ в штанах. И вы думаете, что это все не просто так нахрен получилось. Ведь так часто совпадений просто не бывает. А на самом деле мы с вами очень недооцениваем вероятность совпадения каких-то событий. Они происходят постоянно. Уж поверьте. Перечитывая книгу «Псевдонаука», я нашел нужную историю. В жизни и смерти двух президентов Америки, Линкольна и Кеннеди, столько совпадений, что люди начинают подозревать, что это какой-то заговор или ошибка в «Матрице». Почитайте на досуге. Там совпадений больше, чем несовпадений. Даже вице-президенты обоих глав имели одинаковые фамилии. О чем тут вообще говорить? Кажется, нужно сделать еще один выпуск про совпадения. Но я отвлекся. В простонародье есть еще один эффект, и он встречается постоянно. Но люди не знают, как он на самом деле называется. Так что... Эффект синей машины. Ёбаная жопа, чуваки. Эффект синей машины, блядь. Чуваки, вот если вы думаете, что я... Блядь. Ну, ёбаная жопа, чуваки. Блядь. Я не смотрел этот видос. Я не смотрел этот видос. Я, блядь, зашел посмотреть. Вот новый видос Утопии шел на реакцию, короче. Сам сижу, рассказываю про эффект синей машины. Видос называется «Феномен Бадера Майн». Майков, блядь. Вы меня прекрасно знаете. Я всю эту научную хуйню не читаю. Вот. То есть, я ее изучаю только, когда мне ее... Вот всякие, короче, умники присылают. Типа, вот смотри, а то, что ты тут рассказываешь, оказывается, у научников имеет название, блядь. Далее название научное, умное. Вот. То есть... И тут вот это, блядь. Интересно, блядь. Интересненько так получилось, да? Типа, блядь. Эй, эффект синей машины. Да, ненаучно, нелогично, чуваки. Что это такое? Это когда ты пытаешься выделиться, покупаешь себе синюю машину, но вдруг начинаешь замечать, что вон там проехала еще одна такая же синяя машина. Еще одна стоит у подъезда. Неужели их стало вдруг настолько много вокруг? Я этого не замечал. У меня что, не получилось выделиться? Так же и с беременностью. Женщины говорят, что как только они узнают, что у них скоро должен появиться ребеночек, они там и тут видят беременных женщин. Все просто. Делая акцент на чем-либо, вы или ваш мозг начинает уделять этому сверхвнимание, поэтому не очень удивительно, что вы начинаете замечать то, на что вам буквально вчера было наплевать. Леха, это озеро тут давно было? Не помню. Грубо говоря, мозг, вы, можете найти нужное в каше информации, которое вы принимаете. Мимолетно вы увидели слово, которое только вчера выучили. Допустим, эпидерсия. Это непонятная или загадочная ситуация, которая с вами произошла. Кстати, очень подходящее слово к этому случаю. И вдруг слово, которое вы вообще не знали, что существует, окружает вас. Это долбанная магия. Научная магия. Ну, это действительно имеет отношение к долбанной магии. Просто тут заблуждение от, так сказать, того же утопии шоу, что магия – это делание чего-то невозможного, блядь, физически. Все, что вот он рассказывает, оно же из той же эзотерики приехало. И вообще, вы извините, и вообще психология – это кастрированная эзотерика. Потому что многое из того, что вот в психологии присутствует, оно перекочевало из эзотерики. Я это уже сто пятьсот раз рассказывал. Да, и даже вот та же психология цветов, например, да, но это же те же самые чакры, короче. Просто тут величайшее заблуждение вот этих инсектоидов в том, что магия – это делание чего-то, блядь, физически невозможного. Понимаете, о чем я? Я достал. Я сейчас найду слово, которое точно не будет нигде повторяться. Еще, кстати, знаете, какой эффект бывает? Я уже, кстати, тоже вот рассказывал, по-моему, даже в видосе про утопию шоу на элитном канале. Про такой эффект, что, знаете, идешь такой с девушкой, обсуждаешь по улице какую-то херню. Причем какую-то такую херню, которую обычно нормальные люди не обсуждают. Вот, а потом проходящие мимо прохожие как-то настолько в тему что-то случайное, такое псевдослучайное, знаете, говорят, что как будто бы сама Вселенная дает тебе комментарии к происходящему, да. Ну, научники это все списывают на случайности и на когнитивные искажения мозга, короче. А я же так не считаю. Я считаю, что мир существует в едином потоке, и происходит цена-стройка с реальностью, короче. Прехшталмейстер. Работник цирка, ведущий циркового представления. Прехшталмейстер. Нет, такого я точно нигде не услышал. Прехшталмейстер Порте, поднимает настроение вроде. И вроде бы теперь все это очень логично, не правда ли? Но я кое-что еще расскажу. Есть еще один эффект, способный нам объяснить, что тут, мать вашу, происходит. Эффект коктейльной вечеринки. Название становится все страннее, но это никак нас не должно волновать. Представьте, что вы пришли на шумную вечеринку, все галдят, кричат, тусят, вы болтаете с одной компанией, рядом общается другая. И если записать все это на диктофон, то получится дьявольская какофония, как будто вам в ухо дрель засунули. Но если вы находитесь непосредственно на самой вечеринке, то если где-то рядом скажут ваше имя, то среди остального шума ваш мозг поймает именно это слово и триггернется, хотя вокруг никто не будет этого слышать. И тут вы такие, блин, а ведь это действительно было, чертов колдун из телевизора говорит правду. Никакой фантастики, просто у нас низкий порог восприятия вещей, которые нам важны. Например, наше имя. Были даже проведены соответствующие исследования, так что это не просто чья-то догадка. Следовательно, вы не придаете значения словам и фразам, которые вам не интересны. Зато, если вы об этом прочитаете или заинтересуетесь, то очень высока вероятность, что триггериться будете уже на это, игнорируя другие неизвестные вам факты и слова. Такое избирательное внимание. Сколько там сейчас времени? Ах да. Столько же, сколько и всегда. Совершенно у всех такое было. Когда бы вы не посмотрели, который сейчас час, там будут те цифры, которые всегда вас преследуют. Допустим, двоих. А сколько сейчас времени, кстати? 21,54. Не, не 22,22. И не 02,22. Не, не сработало. Не подойти в обморок, я за вами не подглядываю. Просто, во-первых, это распространенная проблема, а во-вторых, двойки это очень распространенные цифры в данном контексте. У меня тоже двойки, если что. И каждый, мать его, раз, когда я поднимаю телефон, там чертовы двойки. Я бы мог сказать единицы. И многие из вас такие, ох, как так, он слишком много знает. Нет. Или любое другое число. Дело в том, что если гуглить этот феномен насчет повторяющихся чисел, вы, вероятнее всего, не найдете ничего. Потому что все место занимает объяснение из разряда нумерологии. 11,11. Поиск. 11,11,11. Хранители духа. Активация. Посланники. Следующие врата. На вранье больше похоже. Легко попасть на любимые мейл-ответы, где сверхразумы, опередившие эволюцию, дают нам ответы на волнующие нас вопросы. Я сразу вижу, что мое число очень опасное. Ну, блядь, мейл-ответы, короче, да. Ну, помимо мейл-ответов, там есть и другие ресурсы, извините. Надо быть осторожным. Вселенная пытается нам что-то сказать. Но, если верить книгам, а они врать не станут, повторяющиеся на часах числа называют ангельской нумерологией. Высшие силы, ангелы-хранители везде подсовывают вам определенные числа и пытаются тем самым дать подсказки. Но вы слишком тупые, чтобы это понять. Дзен познают только просвещенные. Вот, например, число 77. Многие из вас видят его постоянно. И вот, что вам нужно знать. Вы отлично потрудились. Продолжайте так же и дальше, потому что все, к чему вы прикасаетесь, превращается в золото. И все же, если хоть какой-то научный... Ой, блядь. Разъеб нумерологии просто царский, чуваки. Ну, сама по себе книга действительно могла оказаться какой-то сомнительной. Вот, нумерология намного глубже, чем вот одна какая-то фраза из какой-то книжки про ангелов, извините. Во-вторых, можем вспомнить замечательного Николая Сухова, который ездил за 28 машинами. Вот, и таким образом вместо Яндекс.Навигатора места силы находил. Я вот очень рекомендую всем, кто вот в это вот не верит, попробовать поделать практику неделания. И поездить с 28 машинами, ну, то есть за машинами, в номере которых встречается 28. Вот, и то есть просто вот день выделить на то, чтобы чисто вот ездить туда, куда 28 числа указывают. И потом вот написать результат, чего у вас произойдет. Ну, как минимум, у вас произойдет довольно интересный опыт, потому что обычно люди выстраивают свои маршруты, исходя из каких-то заранее продуманных планов, типа, куда им там двигаться. А тут сама реальность показывает, типа, двигайся туда, двигайся туда. То есть можно, в принципе, просто взять какой-то знак, на который обращать внимание, и туда и двигаться. Ну, это как чисто такая практика, направленная на то, чтобы просто пожить как-то нестандартно, чтобы не жить только по каким-то вот этим вот системным маршрутам, короче. Попробуйте, попробуйте, это ничего-то такое стрёмное, у вас от этого жопа не порвется. Это просто интересный опыт вы получите. Можете потом, кстати, в комментах написать, если кто вот это попробует, и что у вас из этого получится. Ну, вот мы уже пробовали, уже вон там на основном канале вот лежит видос, как мы с Суховым сгоняли. Там действительно было очень странненько. ...обоснование тому, что вы каждый гребаный день встречаете везде одни и те же цифры. Это, конечно, теперь кажется достаточно очевидной вещью, но вы видите одинаковые цифры только потому, что уже привыкли искать закономерность из-за того, что когда-то случайно так совпало, и вы два или три раза подряд увидели это число. Ну, тонально настроился на эти цифры, вот ты их и видишь, и чё? ...и ответ кроется в том, что остальные числа вы просто игнорируете, сами того не измечая. Да сука! Это вам не шутки, а жизнь. Вы на самом деле по миллиону раз достаете свой телефон, проверяя уведомления. Даже иногда, несмотря на часы, но в очередной раз, когда ваш мозг поймет, что там сейчас то число, которое он уже видел, то сработает триггер. Также и с чеками, номерами зданий. Вы в день можете отсматривать их сотнями. Хотя насчет чеков я, наверное, погорячился. Но замечаете только почему-то свое число маньяк, потому что оно за вами следует по пятам. Подливали масло в огонь фильмы, которые отталкивались от этой идеи. Например, роковое число 23 или 11-11-11. Мы живем на улице 18-14. 1 плюс 8 равно 9. И 9 плюс 14 равно 23. 14. 1 плюс 4 равно 5. И 5 плюс 18 равно 23. Господи. Что самое интересное, иногда после них люди и узнавали, что существуют повторяющиеся числа. И начинали их видеть тоже. Чертов кинематограф, будь ты проклят. Как правило, ваше то самое число может быть крепко связано с важными моментами из жизни. Любимое число, номер квартиры, машины, дата рождения. Да совершенно любое число, которое крепко засело у вас в голове. Красный 27, белый 65, 65 плюс 27, 92. В слове розовые 4 буквы. 92 делим на 4. 23, мать твою. Если честно, то я ничего не понял. Мозг такой говорит, о, нормас, я буду искать везде то, что меня интересует, и ты меня не остановишь. И что-то мне подсказывает, что вселенная хочет сказать нам только одно. Перестаньте вестись на всякую дерьму. Вообще удобно. Если у вас просят сколько времени, то можно даже телефон не доставать. Нет, слишком тупо. Это чертово число преследует меня. Даже сейчас, когда я пишу этот текст на часах. Да, 4 единицы. Чертово, 4 единицы. В общем-то, этот феномен работает даже в рекламе. Ее настолько много вокруг, и к ней уже все привыкли. Но как только появляется реклама с крутым джинглом, или просто какая-то нестандартная, которая обращает на себя ваше внимание, все. Теперь для вас она просто повсюду. Помните, я рассказывал про первую в мире телевизионную рекламу нарученных часов? Вы только представьте, какой лютый бадр Майнхофф словили люди того времени. Прям. Я видел, видел уже. Теперь, сталкиваясь с этим эффектом, вы не будете недоумевать, что это за херня. А вы будете понимать, что это произошло, когнитивное искажение. И это прикольно. Эти размышления о чуде, все это вызвано ненаучным подходом к проблеме. Тысячишь, число 23, не находишься. Просто примите это. Главное, чтобы врачи особо с этим феноменом не сталкивались. Я не знаю, я вот, когда сталкиваюсь с таким феноменом, я вот не делал, вот так, как вот он показал. Я видел, видел уже. Вы видели, как день, чтобы я на такие вещи так реагировал? Не, я так не реагирую, чуваки. Ложь, пиздежь и провокация. Диагнозы видите везде, которые только вчера узнали? Отстой. Не верьте никому на слово и все проверяйте сами. И не позволяйте никому собой манипулировать вот таким образом. В данный момент в моем инстаграме 1453 публикации. Нет? Не ваше число? А что если 1 плюс 4 плюс 5 и 3? Тринадцать. Тринадцать. Иисус присматривает за вами и поддерживает вас благой настрой. Это ли не повод подписаться на мой инстаграм? Не, число тринадцати. Это руны и вас. Не надо туда подписываться. Кстати, про руны. Давайте воспользуемся нашими любимыми ненаучными, нелогичными рунами. А что будет, когда я выложу этот видос на элитный канал? Как это сработает? Логус. 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 Довольно мягкая руна. Вызовет небольшой такой приток, так сказать, оживительной энергии. Но не очень большой. Просмотров на четыреста, я думаю, максимум. Ладно, чуваки. На этом сегодня закончим, пожалуй. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.